всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду как вы уже поняли из названия ролика сегодня речь пойдет об очень быстром блюде на завтрак правда очень быстро но только в том случае если все ингредиенты у вас есть под рукой у меня к сожалению все не так один из главных ингредиентов омлета с лососем как несложно догадаться это именно лосось слабосоленый вот посолом сейчас займусь у нас сейчас зима значит время когда цен на морепродукты крайне низкие вчера мне удалось отхватить магазине очень свежего лосося не крупного конечно около двух килограмм но все же и всего по 10 евро за килограмм в летнее время они у нас и 13 и 14 бывает за килограмм стоит вечером я его филировал из головы хребта и костей сварил быстренький супчик профилирование был отдельный ролик если кому то интересно вот челкайте посмотрите сейчас я готовлю малосольную рыбу пропорции такие на килограмм филе 2 столовых ложки с горкой соли 1 столовая ложка с горкой сахара если есть желание можно черного перца добавить у меня такого желания нет свежий лосось пахнет как-то ни странно свежими огурцами а на мой вкус свежие огурцы с черным перцем не очень сочетаются ну а теперь надо старательно всего пересыпать посолочной смесью кожу я не снимаю лосось рыба очень нежная так и норовит разделиться на пластинки кожа от этого разваливания спасает так теперь второе филе и укладываю все вместе шкуркой наружу а плотью внутрь а теперь надо все закрыть пленкой в указанной мной пропорции соли к рыбе все идеально на мой вкус конечно просолится за сутки и нет нужды через 12 часов подрываться и срочно промывать рыбу от лишней соли как в прочих рецептах где сначала рекомендуется взять избыток соли а потом героически бороться с ее удалением из рыбы еще момент сейчас уберу ее уже просолется в холодильник малосольный лосось должен быть на мой вкус очень нежным и самое главное сочным то есть это по сути должна быть практически свежая рыба с такой легкой солоноватостью соль проникая в ткани увеличивает эстматическое давление на стенке клеток идти от этого давления лопаются в результате клеточная жидкость выходит наружу если вы обращали внимание то посоленное мясо или посоленная рыба дают сок и чем больше солим тем больше этого самого сока то есть чем больше мы солим тем более сухой продукт в результате получается да конечно для некоторых случаев это очень даже оправданно ну например копченый лосось есть в нем влаги меньше что вкус получается такой более концентрированный но повторюсь сейчас я готовлю именно малосольную рыбу и поэтому выдавливать из нее драгоценный сок мне совершенно не нужно но собственно говоря на этом сегодняшний попей закончена встречаемся завтра в то же самое время итак я снова с вами подготовительный этап закончен да наверняка самый внимательный из вас сейчас а можете все подряд углядели ногу хамонную вчера скидки были объявлены в магазине это пришел там две хамонные ноги за 50 евро продают то есть одна вот такая где-то на 6 с половиной на 7 килограммов 25 евро получается но надо брать сразу две ну и мы с одной там испанской сеньоры из кооперировались сразу хочу сказать это не тот хамон по которому все сходят с ума это совсем небольшая выдержка то есть месяцев 7 наверно 8 то есть по сути это мясо еще очень-очень сырой то есть она еще не высохла и не превратилась как раз то самое пахучее классное ароматное но в качестве такого бутербродный да наверно бутербродный такой вот штуки вполне годится отхватил я ее и да такое мясо не едят еще раз повторюсь как колбасу допустим вареную нарезали шматы и трескают это скорее всего похоже наверное как на потребление вобы примеру то есть кусочек так посланцеваться нормально ну да ладно вот лосось он уже замалосолился весь этот сок обратите внимание выделился из рыбной плоти а было бы больше соли рыба еще больше сока потеряла бы однако я вам обещал быстрый завтрак поэтому болтать буду в процессе для начала надо нарезать рыбу ломтиками филе совсем не толстые так что я думаю понадобится наверное три полоски вот такой толщины кстати на попробовать классно вот для омлета с лососем вот это соноватость отличная на мой вкус признаться честно можно даже еще меньше соли класть но мои домашние самой не соглашаются мне нравится когда совсем-совсем едва-едва буквально показали вот взяли ломать лосось и так вот чашку соли показали так и все надо убирать так вот есть вы наверно тоже любите больше соленым да ладно я думаю что вот этого на одну порцию хватит ну и можно уже приступать однако давайте ка я сделаю одно небольшое но очень важное замечание люди все разные вкусы у всех тоже разные вариантов омлетов величайшее множество в одном регионе франции за попытку приготовить омлет с молоком вам сковороду на голову оденут в другом регионе или даже в соседнем ресторанчике за попытку приготовить омлет без молока вас с кухни вениками погонят кому-то нравятся пышные и пористые на млеты до такой степени пышные пористые что и муки с содой болтушку сыпанут а кто-то за таком лет сразу в глаз даст жена у меня например без ума от омлета как у ее бабушки это тот который в тарелке сразу воду дает короче я вам рассказываю про свои предпочтения я готовлю без молока и вся суть не в добавках типа там лосось или грибов или чего угодно масло кстати растапливаю на совсем слабом огне так вот про суть вся суть правильной тепловой обработки во многих правильных французских кафе например официанты берут на работу только в том случае если он умеет приготовить правильный омлет и готовить официант этот омлет должен быть спиртовки непосредственно рядом со столиком того посетителя который его заказал и потому он это делает что очень важно добавлю чуть-чуть соли очень важно не пережарить омлет должен быть очень нежным альбумин личный белок сворачивается очень быстро и чтобы поймать ровно то переходное состояние когда он уже свернулся но еще не пережарился следить за температурой за тепловой обработкой нужно ну так же как за курсом валютки если у вас долларовая ипотека показываю что я имею ввиду вот смотрите масло растопилось но не перегрелось это видно потому что молочная сыворотка не начала кипеть почему это важно яичный белок сворачивается становится белым уже упругим таким твердым при температуре 80 градусов поэтому если молочная сыворотка вашей смеси уже начала кипеть то это значит температура этой смеси 100 градусов а значит поймать тот момент когда нужно срочно сбрасывать омлет со сковородки уже практически невозможно итак поехали выливаю разболтанные щепотки соли яйца на сковороду и даю немного времени на прогрев что касается сковороды для идеального омлета в моем понимании идеального нужно использовать удобную для вас сковородку я использую сковороды с довольно толстым дном с антипригарным покрытием с керамическим хорошо кстати получается готовить омлет на чугунной сковороде это если на правильно обработанный омлет не прилипает к дну не спрашивайте где купить у меня китайские сковородки совершенно непонятного производителя хватает их покрытия примерно на полгода после чего их меняю смотрите за омлетом видите он свернулся уже больше чем на три четверти толщины самое время укладывать семгу вот с одной стороны второй важный момент рыба должна быть из холодильника начинаю сворачивать вы не смотрите что верхний слой омлета еще не свернулся это самый важный момент не надо дожидаться его полного сворачивания остаточного тепла омлетов вполне хватит на завершение готовки а вот если сначала дождетесь полной готовности а потом будете сворачивать то остаточное тепло пережарит переготовить ваш омлет даже уже у вас в тарелке выкладываю его на доску чтобы порезать для красивой подачи а на этой сковороде поджарю кусочек хлеба омлет у меня будет с горячим тостом до хруста его доводить не буду так слегка пока нарежу омлет и сервирую кстати почему я говорил про рыбу обязательно с холодильника потому что лосось уже готовый он слабосоленый и вот таким и должен остаться если он из холодильника то имеет температуру там плюс 4 плюс 5 градусов но если лежала на кухне то он имеет комнатную температуру короче холодный просто не успеет нагреться до начала дентурации и останется именно таким каким и должен быть идеальной консистенции тост тарелку веточка петрушки для красоты и можно завтракать вот такой вот омлет для меня идеален такой это не значит что с лососем я чаще всего вообще его без всяких добавок готовлю я сейчас про консистенцию говорю давайте уж попробую кусочек небольшой скажем вот этот на мой вкус идеальное сочетание нежной подсоленной слабосоленой семги или лосося и такого же нежного омлета омлет я посолил совсем слабо и солоноватой семги прекрасно его дополняет не могу держаться утащу еще кусочек отдельно напоминаю что он вот эта семга которая засаливал обеспечила меня по крайней мере двадцатью порциями в будущем омлета может быть не только омлета конечно рыба дорогая но используется она расходуется крайне экономно извините спасибо за компанию надеюсь что это видео кому-то из вас было полезно ну или по крайней мере интересно всем пока